Александр Эммануилович Еремеев Каковы перспективы динамичного развития нашего ВУЗа? Можно было бы сказать, что все, что можно, мы открыли и почивать на лаврах, но это совсем не так. В нашем ВУЗе огромное количество аспирантуру, 13 направлений, которые дают возможность получить ученую степень, начиная с политологии и кончая экономическими дисциплинами. Что удивительно, можно говорить об определенных плюсах и минусах. К сожалению, в высшую школу наши защищенные уже кандидаты наук приходят редко и мало. Они становятся все более и более востребованы в сфере экономической, политической, технической. И это говорит о том, что работодатели, некрасивое слово, но на сегодняшний день оно востребовано, понимают и ценят, что к ним приходит кандидат наук. Это действительно определенный толчок для развития той или иной практической сферы. Многие из наших сверстников едут получать образование за рубежом. Как сделать наше образование столь же престижным, как в УКС, Верде и Сарбоне? Вопрос, заданный студентами о том, что их сверстники едут получать образование за рубеж, он, в общем-то, несет двоякий характер, потому что, в принципе, образование за рубежом стоит достаточно дорого. Провинциальные ВУЗы дают образование очень хорошее. Вопрос заключается в том, насколько ВУЗ имеет развитую систему образовательных услуг, как это сейчас принято говорить, и научных школ. Вот если говорить о гуманитарной академии, то сложившиеся научные школы по экономике, и Государственному муниципальному управлению педагогики, они действительно дают хорошее и, более того, престижное образование. И если мы говорим о том, что это престижно, Оксфорд и Сарбонна, да, это действительно так. Но давайте мы заглянем, кто эти выпускники. Одно дело, научные школы, которые сложились в том же Оксфорде и Сарбонне, и другое, кто идет туда учиться и кто выходит из этих ВУЗов. Если говорить об Оксфорде, то это в основном аристократический ВУЗ. Есть огромная масса желающих и стремящихся получить образование в России, и не имеющих возможности материально получить это образование за рубежом. Я, может быть, говорю тривиальные вещи, но Татищевы и Ломоносовы, они оказались вот здесь и востребованы вот в этой стране, и они пришли из низов. Я не хочу много и красиво говорить о нашем ВУЗе, но вместе с тем, когда мы открывали Омскую гуманитарную академию, то до сих пор лозунгом нашего ВУЗа является престижный ВУЗ, элитарный ВУЗ для простых ребят. Раньше любое образование было бесплатным, и среднее, и высшее. Теперь же приходится за все платить. За учебники, за пересдачу и, собственно, за само образование. Скажите, пожалуйста, за что мы платим? И даете ли вы гарантию, что за те деньги, которые мы заплатили, ребенок получит качественное образование? Вопрос животрепещущий, на мой взгляд. И мы все рожденные в советском государстве, действительно, мы отучились платить за образование, за медицинские услуги, и в чем-то это было хорошо, и социальная защищенность родителей и детей была обеспечена. Но сегодняшняя жизнь говорит о том, что родителям и студентам приходится платить и в государственных ВУЗах. Есть какие-то скрытые, к сожалению, механизмы, которые не отпускают на волю детей и родителей, и так или иначе в жизни всегда приходится за что-то платить. И если мы говорим о той градации государственных и негосударственных ВУЗах, то, в принципе, негосударственные ВУЗы в определенной степени дают не худшее, а в чем-то, может быть, даже лучшее образование, чем государственные ВУЗы. Потому что вопрос того, будут ли востребованы эти ВУЗы, это самое главное. Мы не сможем работать и осуществлять образовательные услуги, если мы будем плохо учить, если у нас на нашей базе не сформируются научно-педагогические школы. Поэтому мы в чем-то вынуждены идти на шаг вперед, открывая новые специализации и новые направления для того, чтобы все более и более не только конкурировать. Я считаю, что вопрос конкуренции вообще не должен стоять для высшей школы. Вопрос стоит иначе. Ждите личных. Редактор субтитров А.Семкин